Ренье Де Ридер С раннего детства увлекаясь дзюдо, Ренье в 19 лет переступил зал бразильского джиу-джитсу и осознал, что нашел свое призвание. За триумфом в Абу-Даби среди синих поясов последовали три серебра на чемпионате Европы по БЖЖ. Раз за разом сдавая финалы по очкам, заядлый финишер так и не сумел смириться с вездесущей тактикой работы на решение. Это увело Де Ридера в профессиональный ММА, где он дебютировал в 2013. В заявочном поединке Ренье уже на первых секундах завалил оппоненту горизонт. В родной стихии голландец технично забрался за спину, после чего навязал удушение сзади. Первая попытка не привела к успеху, и противник вывернулся из сложного положения. Впрочем, за перекатом Де Ридер вышел на другой прием, заставив соперника потеряться в пучинах бермудского треугольника. Невзирая на успех, голландец пропал до 2015. В возвращении ему оппонировал Рене Хоппе, четырехкратный чемпион Германии по борьбе с активом 3 к 0. Однако проигрыш немца в бросковом состязании и неудачи в стойке стали предзнаменованием экзекуции армбаром во втором раунде. Продолжая постигать ударную технику, в третьем появлении Де Ридер показал свой кулачный прогресс. Следом он привычно перевел визави на канвас и успокоил ручным треугольником на второй минуте. Загоревшись желанием заработать первый нокаут, Рене в завязке следующей встречи успешно жалил джебом. Затем стал строить продолжительные комбинации. Соперник перестал держать избиения и инициировал спасательный клинч, но голландец имел другие планы на концовку. Фурор ждал его и в забеге на чемпионате Европы по БЖЖ, с которого голландец увез домой заветное золото. В 2017 году Де Ридер впервые встретил достойный отпор. При росте 1,93 м спустившись в средний вес, Рене пропустил чувствительный бодишот. В закрывшемся клинче он вовремя ухватился за гильотину. Это позволило последовательно опробовать Кимуру, перейти на Дарс и застегнуть обратный треугольник. Соперник вышел из ситуации с гонгом, но во втором раунде Де Ридер выиграл стойку и провел финальный бросок. Не сбавляя оборотов, голландец еще трижды выступил в 2017-м. Зрители неизменно становились свидетелями феерии дзюдоистских бросков из цепки. За ними следовала фиксация позиции на земле и взятие спины. Под занавес года Ренеза воевал пояс швейцарской лиги Hit FC. По отработанной схеме перебросив противостояние на настил, он без шансов на вызволение затянул удавку. Региональный чемпион уже тогда заинтересовал сингапурский промоушен One. Но в 2018-м Де Ридер напоследок заехал в ЮАР, где на локальном сафари приписал себе девятый финиш к ряду. Азиатский дебют небитого голландца прошел в январе 2019-го года. Оппонирующий полутяж Фан Ронг слыл коллегой по опасному партеру и шел на серии 17 побед при единственном решении. Однако стартовав рандеву с партией жестких лоу-киков, китаец не смог задержаться в вертикальной плоскости. На покрытии Де Ридер играючи преодолел его гард, завел руку под шею и зафиксировал Дарс. Всего за полторы минуты китаец был грубо вырван из реальности и поход голландца к титулу стартовал официально. Ренье вернулся спустя полгода против Гильберто Гальвао. Бразильский разрушитель обожал грузить с рук и при любой возможности рвался в плотный ближний бой. Но и он оказался неровней Де Ридеру в стойке. В первом раунде Гильберто попусту палил свой боезапас, не успевал уклоняться от одиночных, пропускал комбинации и полностью сдал бой в сцепке. На исходе пяти минутки Ренье открылся переводом и лишь сигнал на перерыв разлучил его с победой. Во втором отрезке Гальвао такой роскоши не удостоился. Заковав голову бразильского бодибилдера в Дарс, голландский небоскреб обрушился серией коленей. Шестиминутная расправа принесла ему предложение побороться за титульный шанс. В феврале 2020-го в клетке его поджидал Леандро Атаидис. Несмотря на черный пояс по БЖЖ, зритель помнил бразильца исключительно за эпичные нокауты. Бойня претендентов стартовала без разведки. Поначалу предпочтительнее смотрелся Деридор, запустивший конвейер джебов. Атаидис принимал урон с опущенными руками, что позволяло блокировать тейкдауны и ловить моменты на разрыве. Во второй пятиминутке он перехватил у голландца штурвал и открылся сериями. В очередном взрыве Леандро приблизился к фирменному нокауту коленом. Но к концу раунда выдохся и инициировал клинч. Деридор отбился партией локтей. Когда бой переехал в третий отрезок, судьям приходилось тяжелее, чем бойцам. Рэнье упорно набивал очки в работе на дистанции. Атаидис отвечал с присущей мощью, хотя неизбежно встревал в вязке клинча и терял баллы. Традиционно для Азии бой решила самоотверженная концовка. Воспользовавшись моментом после тяжелой победы, голландец вызвал чемпиона. «Англа, ты готов? Не забудь начистить пояс, потому что я иду за ним». Действующий король сразу в двух весовых категориях до 93 и 102 килограммов, Англан Санг, давно держал лигу в ежовых рукавицах. Он стабильно финишировал бои. А в последнем выступлении берманец вдребезги разнес ветерана UFC Брэндона Веру. В октябре 2020-го Деридор во всеуслышание предвещал легкий бой за титул в полутяжелом весе. Таковым он и получился. На покрытии Англа сходу потерял спину. Придерживать галстук на своей шее ему удавалось лишь три символические минуты. На четвертой терпение у голландца иссякло. Горечь поражения Берманцу помогал пережить оставшийся пояс в 102 килограммах весовой категории, которой нет в UFC, но Ренье пришел и за ним. Сиквел международного дерби состоялся в апреле 2021 года. Оказалось, Англа так и не нашел тренера по борьбе. Деридор всю дистанцию без сопротивления швырял его на настил. В чуждой стихии Англа стоически держал пока еще чемпионскую марку. Впрочем, эпизодические проблески в стойке приводили все к тому же неутешительному результату. Деридор планомерно отрабатывал короткими локтями сверху и вставлял колени. Даже когда голландец растерялся в концовке, Англа до финального гонга смог сделать решительное ничего. Могучий прогон по весовым привел голландский поезд хайпа к двойному чемпионству. Шанс пустить его под откос первому достался полутяжу Кемрану Абасову. При 23 победах и 15 финишах он ранее бил ветерана UFC Юшина Аками. В феврале 22 года боец из России имел правильный настрой. Подвело только исполнение. К исходу второй пятиминутки Деридор плотно сидел в седле и недвусмысленно намекал на сдачу. От ручного треугольника в этот раз Абасово избавил истекший таймер. Но сценарий повторился в третьем раунде. Пришлось капитулировать. Сразу после защиты Ренье сделал неожиданный анонс. Андре Гальвау, пора выяснить, кто лучший грэпплер в мире. Выходи в клетку и я тебя задушу. Как раз накануне промоушен подписал знаменитого бразильца, бравшего больше мировых первенц, чем голландец имел боев по ММА. Развлекательная суперсхватка по правилам грэпплинга состоялась в марте и прошла на высших скоростях. В ней было все. Фантастические размены позициями. Неожиданные переводы на покрытие и выходы за спину с угрозой шеи. Деридер благополучно восстанавливал гард, но дальше обороны дело не пошло. По истечении 12 минут бойцы так и не нашли сабмишин и по правилам зафиксировали ничью. В июле 2022-го голландец вернулся в бои и согласился на защиту против Виталия Бигдаша с резюме 12 к 2. Российский универсал в прошлом владел поясом и заслуженно считался одним из опаснейших финишеров организации. В прологе Виталий успешно приземлил правую, а в столкновении у сетки сумел схлопнуть гильотину. Лицо под стать фиолетовому поясу дало понять глубину удушки, но Деридеру повезло вовремя разогнать кровь в голове. Отработав положенную программу в граунд-энд-паунде, голландец прихватил Кимуру и запустил транзит на обратный треугольник. За 4 минуты подтвердив частоту рекорда, Ранье оформил 16-ю победу к ряду при 14-ти остановках. В кулачном спорте ничто не вечно, кроме хайлайтов, что остаются навсегда. И 32-летний виртуоз Партера знает свое дело в клетке. Деридера с идеальным резюме и зашкаливающим процентом финиша величают одним из главных талантов вне UFC. И кто знает, голландский рыцарь вполне способен повторить путь, чешского самурая. Если вам понравился ролик и ждете новые истории о восходящих звездах спорта, тогда не жалейте лайка, подписывайтесь на канал и помните, настала эра ММА! Субтитры создавал DimaTorzok